Друзья, всем привет! Мы приехали в поселок Абон, который находится в 60 километрах от Канска. Напомним, это проект на все четыре стороны, где мы с Таней путешествуем по востоку Красноярского края. Вот, кстати, здесь в Абоне очень много есть озер, и мы сегодня на них поедем. И, кстати, многие из них окутаны какой-то мистической тайной. А остальные окутаны просто туристами и палатками. В общем, во всем будем сейчас разбираться. Погнали! Погнали! Уже подъезжая к Святому озеру, чувствуется легкость. Здесь тихо, спокойно и как-то душевно, что ли. Рядом с озером растут березки и сосны, от которых доносится целебный аромат. Территория у озера чистая, за этим следят, ведь оно является памятником природы регионального значения. Озеро Святое образовалось в кратере метеорита почти три тысячи лет назад. По форме оно почти идеально круглое. А еще здесь очень чистая лазурная вода и невероятная атмосфера спокойствия. На дне озера голубая глина. Она богата серебром и, по рассказам деревенских, помогает вылечиться от многих заболеваний. Местные говорят, никому не удавалось достать до дна, а заплывать на середину озера опасно. Ходят легенды, что иногда людям видится там церковь с крестами и куполами, поэтому считается, что воду нежелательно тревожить лодками и веслами. Может случиться плохое. Про озеро существует несколько легенд. Вот одна из них. Говорят, что почти три тысячи лет назад на этом месте был знаменитый храм, который назывался Мануману. Так вот, как-то раз на этот храм напали злые духи. Святые закрылись в этом храме и начали молиться. А после этого случилось чудо. Храм ушел под землю, а на его месте образовалось вот это святое озеро. По второй легенде, когда Господь создавал звезды и вырезал их из месяца, Он точил нож о камень, но нечаянно уронил его на землю. И так расстроился, что расплакался. Люди верят, что из божьих святых слез озеро и появилось. Правда это или нет? Как бы там ни было, люди верят и приезжают на озеро со всей России. Здесь по главным церковным праздникам воду освящают и проводят таинство крещения. Многие хотят туда, на святое озеро, потому что, ну, как считают, что святое, что там освящали воду много лет. Вот, и поэтому и наш батюшка, вот, с 7 июля он будет там, вода начинается теплая. Я и сама там купалась. И две, знаете, у меня там крестились. Но мистические вещи и легенды не заканчиваются на святом озере. Здесь рядом с Абаном есть его противоположность. Озеро Чёртово. Вот оно. Атмосферка здесь, мягко говоря, мрачноватая. Даже в солнечный хороший денек. Кстати, до озера без помощи местных вы не доберетесь, потому что навигатор ведет в одну сторону, а оно находится вообще абсолютно в противоположной. Главная мистика озера связана с тем, что у него будто нет дна. Некоторые считают, что дно есть, но оно двойное. Другие объясняют большую глубину тем, что озеро – воронка от метеорита. Но самая мистическая легенда у местных жителей. Вот давнишние-давнишние времена, может, в царских пеке, ну, рыбатели тут ловили рыбу, рыбаки, вытащили сеть. Там какая-то ерунда попалась такая. Ну, все – чёрт, чёрт, чёрт. Бросили все, убежали. Потом, ну, с тех пор, как, вижу по легенде, начали называть это озеро Чёртовым. Водичка-то всё-таки тёплая. Видите эту доску? Это прыгалка. Раньше здесь местные не боялись купаться, ныряли, прыгали, приезжали малышами. В общем, использовали это озеро по назначению. Сейчас всё-таки его подзабросили. Ну и, кстати, берега здесь такого для отдыхающих нету. Всё в болоте, в тине, и вряд ли у вас здесь получится поставить палатку и хорошенечко отдохнуть. Хватит мистики. Хочется просто поплавать в озере, как в детстве у бабушки в деревне. За этим-то мы и приехали на озеро Большое. Здесь отдыхают местные. Поэтому народу, как в разгар сезона в Анабе. Уединиться не получится, зато это такая своего рода деревенская тусовка. Весело. Почему на Большое приезжаете сюда отдыхать с семьёй? Здесь песочек. И детям хорошо, мелко. Мы ещё не пробовали, не ездили, не опробовали. Я побежала скорее плавать, чтобы узнать, как водичка. Первые три минуты холодно. Но зато потом, кайф! А меня как-то сильно зацепила вся эта водная мистика. И решил остаться я на берегу. Полежу, позагораю. Вот Таня пусть за нас двоих и купается. Ну что, Танюш, как покупалась, признавайся, как водичка? Водичка очень тёплая. Держи, сорвала тебе кувшинку. На самом деле здесь очень классно. Мне кажется, большой плюс. Почему так много народу? Потому что песчаное дно. Как ты позагорал? Я замечательно загорал. Даже сгорел. Пришлось обратно уже одеться. И я думаю, что нужно доставать сметанку, чтобы умазать. В общем, друзья, мистика мистикой, а отдых, как говорится, по расписанию. Если будьте рядом с Абаном, обязательно заезжайте на озеро Большое. Ну а мы сегодня, скорее всего, здесь и останемся ночевать. Разведём костерок, пожарим шашлычки. Приезжайте сюда, на восток края. Ну и не забывайте смотреть проект на все четыре стороны. Это Татьяна Рябова. Андрей Грибов. Всем пока. Смотрите завтра в новой серии проекта на все четыре стороны. Как же классно отдыхать Сибирь. Видите тот паром? Совсем скоро, уже буквально через несколько минут, он нас заберёт. И дальше мы приедем на озеро Боровое, которое славится своими лечебными грязями. Да не холодная вода хорошая. Получается лечебная физкультура, потому что ручками работаешь все. Вот. Повод. Поводы это вообще отдельная история. Да, с палаточников здесь не берут никаких денег. Исключительно за лечение. Слушайте, чувствую себя как на курорте на Мёртвом море. До свидания. Продолжение следует...